МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну вот мы сейчас разбираем экзистенциалистов, которые представляют собой, я бы сказал, модное течение среди современных философов и среди поклонников философов. Люди с придыханием об этом говорят, но вот мы уже разбирали, что понятие свободы они не понимают, не знают, действительно, научные. И у них эта свобода сводится к субъективности волой. Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это, дескать, ложное, неподлинное бы сие. Мниум является человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Ну, у нас это обычно шутят так, что я одна совсем одна в своем здоровом коллективе. Раньше так было. А это разведено уже в некоторую философскую какую-то концепцию. Мниум является человеческое общение. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, «Прорыв одного индивида к другому невозможен». Что это такое, такие красивые слова, про которые у нас, опять-таки, юмористы говорят, Аркадий, не говори красиво, «Прорыв одного человека к другому». Вот вы, я вижу, не прорывайтесь, беседуйте между собой совершенно спокойно. И при этом вы именно… Для этого никакого прорыва не надо, потому что никакой стены между людьми нет. Наоборот, человеческое общество – это их общая граница. А граница, по логическому определению, которое дал Гегель, вот что такое граница между нами, как вы думаете? Что такое граница? Слышали такое слово «граница»? Что это такое? Может, мы пограничники с вами, нет? Рубеж какой-то. А? Рубеж? Рубеж, думай? Нет. Вот граница по Гегелю – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Это вот глубокое гегелевское определение. Когда вы бьете определение великих философов, это совсем другой оборот. Вы сразу взялись за ручки совершенно правильно. Почему? Возьмем обычную географическую границу. Слышали такое понятие? Нейтральная полоса. Кому она принадлежит? И тому, и тому, и не тому, и не тому. Правильно? То есть, это одна и та же определенность, как вот сказанного Гегеля, которая соединяет и разделяет два нечто. В данном случае два государства. Причем, если государство дружит, то, говорят, у нас граница дружбы. А если государство враждует, это граница вражды. Ну, а вот сейчас мы находимся… Что у нас за мероприятие с вами совместное проходит сейчас? Лекция. Лекция нас соединяет или разделяет? Только соединяет. А не разделяет? Ну, смотрите, вот я лектор, а вы слушатели. Значит, лекция нас разделяет. А теперь, вот я сейчас уйду, а вы останете, здесь будет лекция? Нет. Значит, лекция нас соединяет. Потому что… А если вы уйдете, а я останусь? Опять не будет лекции. То есть, лекция нас соединяет. Это то единое, которое может быть, только если есть и вы, и я. Правильно? И я не как я, а как лектор. Правильно? А вы не просто как вот две отдельные личности, а как студенты. Поэтому лекция – это одна и та же определенность, которая нас соединяет и разделяет. Ну, хорошо, вот вы пришли в одежде. Одна в одной, другая в другой, третья в третьей. Вот эта одежда, которую вы носите, она вас с одной стороны соединяет с внешней средой? Правильно? Через нее, так сказать, идет соприкосновение. Через одежду у вас. А с другой стороны, она разделяет вас и внешнюю среду. Так? Поэтому это граница между человеком или человеческим телом и внешним всеми обстоятельствами. Причем она граница, с одной стороны, и граница чисто в биологическом смысле или в физическом смысле, что она защищает вас от внешнего воздействия, от низкой температуры или наоборот, от очень высокой температуры. Есть же такие защитные одежды. Люди в них подходят к очень горячей печи на производстве и, так сказать, спокойно. И сюда вот одевают еще стекло темное. И они могут смотреть на этот яркий свет. И соединяют и разделяют. Потому что без них вы не могли бы подойти к этой печи. Вы бы без одежды не могли бы прийти на лекцию и так далее. То есть это и то, и другое. Поэтому люди при отсутствии такой диалектической привычки они берут или одно, или другое. Вытаскивают или одну сторону, или другую. А границы всегда или соединяют, или разделяют. И, Коля, мы затопнули вопрос о границе. Второй вопрос могу вам задать. А предел что такое? Вы как вообще намерены? Выходить за свой предел при обучении или не выходить за свой предел? А вы вас спросите. Вот вы пришли к студенту, и вы что собираетесь делать тут в университете? Выходить за свой предел или не выходить за свой предел? Ну, если вы не знаете, где у вас предел, то вы собираетесь за него выходить? Или вы не собираетесь за него выходить? Или вы хотите быть ограниченным пределом каким-то? Его же не придешься. Да? Так ведь говорят? Предел его же не придешься, это говорят. Это так говорят в языке. А философия что говорит? А философия говорит о пределе следующее. Что вот просто так в голову не придет без изучения никак. А как только вы это услышите сейчас, то сразу возьмете на вооружение. Предел – это граница, которую переступают. Причем никакого другого определения предела вы дать не можете, потому что, представьте себе, вот посмотрите сюда. Вот видите, вот эта зеленая папочка, да? А вот это белый лист. Вот они. Вот это граница, которая их соединяет и разделяет. Представьте себе, летит самолет. Вот пока он не подлетел до границы, он может еще лететь? Она ему не придел, правда? Значит, еще может лететь. Ну или и так, вот как делают философию. Разделим пополам. Еще половину может лететь. Вот это разделим пополам. Еще может пролететь половину. То есть, короче говоря, пока он не долетел до границы, она ему не придел. А когда он перелетел через границу, никто ведь не зависает над границей? Или, думаете, и зависают, дескать, связи с тем, что это границы двух государств, самолеты там зависают, и тогда их начинают проверять? Вообще-то есть такие истребители вертикального взлета? Во-первых, их мало, и что-то они в последнее время не в моде. Обычно так поднимается. Но нет такого, чтобы зависали над границей. Значит, так, что такое? Так вот когда она, предел? Значит, как только вы к ней, если вы к ней движетесь, к этой границе, она не в предел. Если вы перелетели, она снова не в предел. Когда она в предел? Когда граница, это предел для вас. Ну, для самолета. Когда? Когда ее пересекают. Когда ее пересекают. То есть, граница, в отличие от нашего представления такого, обывательского, что вот предел – это то, что я не могу переступить. Наоборот. Предел – это то, что я переступаю. Если я еще не переступаю, так она мне не придел. Правильно? А что тогда? Да еще можно к ней идти. А если я уже переступил, тоже не придел. Я и дальше пойду. Причем тут эта граница? То есть, она пределом бывает только в тот момент, когда я ее переступаю. А что делают студенты? Это вам нужно… Вы же музеологи, это вам музей категории. Раз, эта категория граница. Пределы этих же… Историко-культурное наследие. Это культурное наследие. И история появления этой категории очень непроста. Это же не додумаешься до этого так просто. И вы не додумались, и другие не додумываются. Потому что кажется, она обратная. Предел – это то, что я уперся. Что значит уперся? Заключенные выдумали понятие беспредела. Которое на самом деле вообще никакого содержания не имеет, беспредел. А журналисты за ними повторяют. И учатся у заключенных, вместо того, чтобы учиться у великих философов. Предел – это граница, которая переходит. Так вот, в чем состоит ваше обучение? Вот вы сейчас вот это изучили, да? А сейчас мы дальше будем, пойдем. Следующая категория изучать. Значит, вы выйдете, перейдете эту границу, на которой вы находитесь. И постоянно за нее выходите. А что, в чем деятельность студента состоит? В ходе обучения в том, чтобы постоянно выходить за свой предел. Вы все время должны узнавать больше, чем вы знали вчера. А завтра больше, чем сегодня. Так? То есть вы должны все время выходить за свой предел. А если вы не будете выходить за свой предел, кто вы? Ну, все, правильно понимаю. Так вы будете ограниченным человеком? А если хотите постоянно выходить за свой предел? Причем это не только в студенческое время. А если закончится студенческое время, и дальше вы не выходите за свой предел, и вы сразу превращаете их... Вот, конечно, знаний у вас будет больше, чем в начале, но вы превращаетесь в ограниченного человека. А неограниченный человек, он все время выходит за свой предел. Он вообще неограниченный. У него граница все время есть, но он все время эту свою границу преодолевает, и восстанавливается новая, и устанавливается граница, он новую преодолевает. Пример из спортивной жизни. Елена Есенбаева, вам знакома фамилия? Сколько она здесь мировых рекордов поставила? Мировых. Она рекордсменка. Кого называют рекордсменами? Не те, которые кого-то победили. Они победили кого? Себя. Сменяют рекорды. Она поставила рекорд, потом в следующий раз пришла и прыгнула еще выше, в шестом. А потом приходит, а там есть у нее были и конкуренты, которые пришли посмотреть, как она возьмет новый мировой рекорд. А в следующий раз опять пришли посмотреть ее конкуренты. То есть у нее вот сейчас она уже... Постихонечку, вот так сказать, ее заканчивается спортивная карьера, а так она 28 рекордов поставила. И каждый раз она приходит и берет планку выше, чем кто-либо когда-либо в мире брал. То есть она выходит за свой предел. Ну, на примере прыжков в высоту, наверное, вы знаете. Ну, раньше было такое время, когда два метра вообще никто не прыгал. Мужчины не прыгали два метра, сейчас женщины прыгают два метра. Или вот только что фигуристка 13-летняя делала четверной поворот на коньках. Никто до нее этого не делал, никто из женщин не делал. Там что-то похожее делали, а этого никто не делал на чемпионате еще. Вот она вышла, она до этого раньше не делала. Вот она сделала, она вышла за свой предел. Вот вы, для себя, надеюсь, вы будете выходить за свой предел или будете с ограниченными людьми? Давайте выберем свою позицию. А сколько людей говорят, я вот профессионал, я вот делаю только то, что умею. А тот делает только то, что умеет, он что? Кто? Он ограниченный человек. А человек неограниченный, развивающийся, он все время делает то, что не умеет. Вот нам платят деньги за что, профессорам? Как вы думаете? Если мы не будем специально научных работ, и не будем их публиковать, а публикуется то, что является новым в науке, правильно? А что такое новое? Новое – это никто не знает, что это такое, и как оно появляется, никто не знает. Вот если я буду делать только то, что я умею, то я не буду делать ничего нового в науке. Если я не буду делать ничего нового в науке, то я подлежу отчислению из числа преподавателей. На самом деле у нас при оценке нашей работы больше про лекции вообще разговора не идет. Как бы никто и не интересуется. Ну, читайте и читайте. А у вас как с научной работой? Если у вас научных работ мало, если у этих научных работ не находятся, соответственно, еще отражение там в Ринце, или придумали, так сказать, мировая такая система, индекс Хирша. Слышали, что это такое? Что такое индекс Хирша? Не знаете? Это, если не совсем по-простому, то это количество заэкстетий, которые цитировались. Значит, индекс Хирша строится так. Если у вас есть одна работа, ее один раз процитировали, это у вас индекс Хирша один. Если у вас есть две работы, и каждую два раза процитировали, не менее чем два раза, кто-то процитировал другие ученые, значит, индекс Хирша ссылается на нее, опирается на нее. Значит, индекс Хирша два. Если три раза, у вас есть три работы, не сколько вообще у вас работы, работа у вас может быть сто. Вот есть три работы, каждая из которых процитирована не менее чем три раза. Значит, у вас индекс Хирша три. Соответственно, четыре работы, но каждая, если у вас такие четыре, не есть у вас много, может быть, тоже сто или триста. У вас есть четыре работы, но каждая процитирована не менее чем четыре раза. 5, каждая из которых не менее 5 раз. Вот у меня сейчас примерно 300, более 330 работ, из них 6 работ процесировано более чем 6 раз. Значит, индекс Хирша 6. И, так сказать, это понятно, что это, что такое, как делается граница, которая переходит. И в ходе, так сказать, работы это продолжается. Хотя, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это формальные признаки научной работы. Может, дружки мои меня цитируют, и у меня получается, вот, давай, слушай, ты на меня сошлёшь, ты и ты, а я на вас сошлёшь. И как делать во всём. То есть, поэтому любые формальные показатели не есть показатели, действительно, глубокие, правильно? Но то, что, так сказать, наша система образования состоит в том, что человек может, конечно, он не всем и вопросом занимается. Какой бы ни был, так сказать, учёный, он никогда не знает, чём. Но он в какой-то области должен быть на переднем крае. А что, значит, на переднем крае? То есть, он выходит свой. Не вообще за свой предел, а и за предел научный. Что никто этого не сделал до него. А он сделал. Поэтому он выходит за научный предел. Вот это очень важно. Ну вот, с позиции понимания таких категорий, вот гегельских категорий, великих, когда начинаешь разбирать такие вот концепции, когда кто-то взял и написал, что ему, кажется, в голову пришло. Таких вот рассуждений среди философов очень много. И философов таких очень много, которые пишут, что ему пришло, что в голову он это излагает. То есть, моя концепция такая, что вы зеленого цвета и можете полный. И что вы могли с этим сделать? Ну, у него концепция такая. Вы будете ему доказывать, говорит, а я вижу вас в таком свете. Или там есть такие концепции, что вот все тексты. Вот вы сидите долго в библиотеке, и долго-долго, потом вдруг, значит, подняли глаза, смотрите, книги, 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 книги. И вот человек, наверное, так засиделся, и у него все, кажется, тексты. Вот вы текст, вас надо прочитать, и вы текст, вас надо не понимать, уже говорят, а прочитать. Стул – это текст. Он показывает, что на нем надо сидеть. Это текст. И так далее. И все тексты. И такие можно, так сказать, как бы идеи, которые никакой глубины не имеют, можно излагать. Потому что бумага тоже терпит все. Ведь можно, когда не было письменной культуры, и не было записи нотной грамоты, то, скажем, какие-то достижения культурные, которые, так сказать, вот вы сейчас как музеологи должны сохранять, они как передавались? Они передавались от одних поколений и другим. Матери пели песни, рассказывали сказки, были инны, так? И деды, и бабушки это рассказывали внукам и так далее. А кто будет барахло всякое передавать? Не будете же вы рассказывать там какому-то ребенку какую-то чушь, которую вам неинтересно рассказывать, и ей неинтересно слушать. Вы будете рассказывать что-то интересное. Это интересное сохранялось. С момента, когда появились средства записи, ну тогда хоть тоже, надо переписывать же было вручную. Тоже. Зачем я буду переписывать какую-то галиматию? Вот великие такие тексты вроде Библии переписывали многократно. А какую-нибудь ерунду она отпадала. Ну никто не будет это переписывать. То есть сохраняется то, что великое. Оно само сохраняется то, что оно подвигает других людей на то, чтобы его воспроизводить, сохранять. А потом появились средства воспроизведения или записи. Вот, например, я сейчас могу записать любую музыку, которая на самом деле никаким вкладом в музыкальную культуру не является. представляет собой просто шум или грохот. И чем громче моя музыка, чем хороша, что она громкая. А громкость могу сделать такую, что вы оглохнете. Могу я это записать? Могу. Одно время радиоприемники во двор выставляли в советское время. И чтобы все знали, что у меня есть приемник. Помните, Степан Иванович? У меня есть приемник, а у вас нет. Вот вы сейчас, я в окно выставлю, и на весь сбор будет орать. А вы будете знать, что у меня есть приемник, а ему папа не купил приемник, а у меня есть приемник. И так далее. И сейчас можно записать все угодно. И плохую, так сказать, мозгу. И песни, которые бессодержательные, и, так сказать, ничего особо не представляете. И тоже с ним ходить. И голоса, которые никто слушает, не будет так. Оно их можно же... Поэтому, скажем, появилась в модах хриплых певческих голосов. То есть те люди, которых не допускали ни до какого пения, они теперь в части и деньги получают за это. А чтобы за это дело получать, если у меня голоса нет, надо меня раскручивать. А как раскручивать? Везде показывать и доказывать, что вы, если не понимаете моей музыки, не воспринимаете ее музыки, значит, вы ничего не разбираетесь в музыке. Вам это не напоминает, эту книжку про Незнайку? Помните, как Незнайка была? То художником хотел быть. И рисовал всех. То есть поэтам наш... Знайка была голодной, проглотил утюг холодный. Это Знайке не понравилось, такие стихи. И так далее. То есть мы это тоже должны, когда мы анализируем развитие этих всех идей, понимать. Сейчас мы с вами в качестве музейных ценностей рассматриваем разные философские какие-то течения, концепции. Ну, это как вот вы перебираете такие черепки и такие черепки, но это черепки духовные, правильно? Они вроде сейчас в ходу и модные, а потом они где-то будут на заборках лежать. Ну, были и такие, правильно? И экспонаты же разные были. Эти великие какие-то, их вперед выставят, а эти где-то там будут лежать, их тоже будут рассматривать. То есть вот концепция, что мимом является и человеческое общение, когда сущность человека в общении с другими людьми, в нем общественная сущность, оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, прорыв одного индивида к другому невозможен. Какой вот такой вот прорыв еще какой? Какой прорыв? Что значит невозможен? Когда, так сказать, люди только в... Люди тогда, когда они в обществе. А если они не в обществе, и пять лет их воспитывает, так сказать, этого ребенка, волки, то уже прорыв в человеческом обществе для такого человека, детеныша, невозможен. Потому что он воспитывался в нечеловеческом обществе. А если это человеческий детеныш, никакого прорыва не нужно, он изначально находится в обществе. И поэтому, когда говорят, это вот социализация ее отличности. Какая социализация? Он же в обществе родился. Род Том был построен раньше, чем он родился, и не он один там рождался. И с самого начала мать его кормит, и с ним разговаривает, когда он не умеет говорить. Не будете с ним разговаривать, он не научится говорить. Правильно? Почему разговаривают с ребенком, когда он ничего не... А он только смотрит. А ему разговаривают, поют с ним. Почему? Потому что он должен выйти за свой предел. Если с ним разговаривают, он выходит. А если не будет с ним разговаривать, он не будет. Если с ним не будут разговаривать, он будет немой. А почему есть такие слепо-глухо-немые? потому что они слепые и глухие. А раз они глухие, то они ничего не слышат и ничего не видят, и они поэтому не разговаривают. Но нашли средства через осязание с ними найти контакт, и вот один из таких бывших слепых глухонемумов стал кандидат философских наук. Это как раз пример того, что идет выхождение за свой предел. А люди темные философии, которые считаются философами, рассказывают, что невозможен прорыв одного человека к другому. Единственным подлинным способом общественного является объединение индивидуров в бунте против нелепого и абсурдного мира. А что такое бунт? Вот если это восстание, то, наверное, у вас есть цели восстания, правильно? То есть вы решили там восстать и меня свергнуть, чтобы я такие лекции не читал. Это восстание. А если вы просто решили бунт, бунт бессмысленный и беспощадный, что вы против, и что? А ничего, побузили, походили, покричали и ушли. И что дальше? То есть если человек рассматривает бунт, то это бунт – это то, что не имеет никакого позитивного результата. И не может иметь. По замыслу это. Я бунтовать сейчас буду. Как мы можем бунтовать, если студенты задерживаются? Можем крушить тут вот мебель. Какие еще средства у нас бунта есть? А вы как можете бунтовать, если вам что-то не нравится? Начать стучать. Давайте все стучить. Какие средства бунта? Ну, стучите сколько хотите. А экзамен-то вы мне же будете сдавать. Вы стучите, а я принимать экзамен буду. Вот вам и буду. Вот. Так против чего? Нелепый, абсурдный мир. Это что такое? Это вот берут одну сторону мира. Мир-то противоречив. Раз он противоречив, в нем есть и нелепость, и абсурдность. Правда? В мире. Ну, так если человек видит только одну сторону, абсурдность, нелепость, не видит его красоту и гармонию. То есть, это люди полуслепые. Слепые на один глаз. Одноглазые, одноухие, одноногие. Они все это так воспринимают недолшим образом. Против смертности. Давайте будем бунтовать. Как перспективы нашего бунта против смертности? Перспективы наши никакие. Еще ни один, как пишут другие люди, еще ни один человек из этой жизни не вышел живым. Никаких исключений это правило не знает. Поэтому можем тут философствовать. Например, я могу сказать, что вам лучше, чем мне. Почему? Потому что по прогнозам, видимо, я раньше завершил свой жизненный путь, чем другие здесь присутствующие. А с другой стороны, я могу как философ сказать, что вам хуже, чем мне. Почему? Я тогда жил до 73 лет, а вы тогда живете до 73 лет при такой жизни. Это еще неизвестно. Потом узнаем. На том свете мы встретимся и спросим. Ну как? А вы сколько прожили? Так что можно и так повернуть, и так повернуть. Ну вот люди, которые берут какую-то одну сторону и ее акцентируют, они с одной стороны вроде бы акцентируют как некоторый момент самой действительности. Это называется у Гегеля правильность. Вот правильно, что у вас есть достоинство. Это правильно? Будете спорить, что у вас есть достоинство? Не будет. Так, закончили эту тему. А теперь вторая тема. Правильно, что у вас есть недостатки? Тоже правильно. Так я могу эту тему недостатков с вами развивать очень долго. Оставить в стороне эти достоинства и давайте. А эти недостатки у вас проявляются в положительных действиях или в отрицательных? Отрицательных. Правильно? Если недостатки они. Если они не проявляются ни в чем, то зачем вы на себя направленно возводите? Это не недостатки, если они никогда не проявляются. Значит они проявляются в каких-то антиобщественных действиях. Вот смотрите, она совершает антиобщественные действия и признала. Что будем делать с ней? А мы присмотримся и к другим. А у вас есть недостатки? И у вас тоже в антиобщественных действиях они проявляются? Куда я попал? Этот сидит, у него есть антиобщественные действия, у этого и есть, у этого и есть. Что это такое? Но вы, правда, можете пойти в атаку и сказать, так, а у вас, Михаил Васильевич, есть недостатки? Мы же знаем, что нет людей без недостатков. Так они у вас в антиобщественных действиях. Может, главное антиобщественное действие ваше в том, что вы на нас нападаете сейчас. И так далее. То есть, люди, немножко разбирающиеся в диалекте, в философии, в хорошей. Но они, конечно, с такого рода концепциями легко справляются. Обычный человек, не поднаторевший, он останавливается, он бунтует, то-сё. Здорово, интересно. Что это такое? Непонятно. Так. Так. Против конечности бунт, против смертности, против всяческих ограничений и свободы. Да, сама свобода, она в себе имеет ограничения, потому что мы разбирали вот на предыдущем как раз занятии, что свобода – это господственное обстоятельство с сознанием дела. А дело состоит в том, что есть законы природы и законы общества. Вы над ними абсолютного господства не можете иметь, правильно? И как бы вы не желали отменить закон всемирного тяготения, этот номер не получится. И закон Кулона нельзя отменить, и другие законы, с которыми связана наша жизнь. Против несовершенства человеческого бытия. Вы развиваться будете или бунтовать против несовершенства человеческого бытия? То есть, одни люди сидят, записывают, обдумывают и развиваются, и выходят за свой предел. А другие бунтуют против несовершенства человеческого бытия. Чего вы бунтуетесь? Садитесь, читайте, изучайте, пишите, продвигайтесь. Это единственное творчество, творчество разрушения, творчество мятежа, рожденного отчаянием абсурдного человека. То есть, вот есть, так сказать, люди, претендующие на то, что они философы, и красиво разрисовывают всякую ерунду. То есть, я вот должен вам доложить, что философию по-разному используют люди. Есть великая, ну как, есть вот прекрасные амфоры, а есть плохая посуда. Правильно? И плохую посуду тоже можно показать, как бы показать, что вот как вот люди не смогли сделать нормальный красивый. Тяжелые какие-то чашки вместо легкой, там некрасивые, вы не по форме, не по раскраске и так далее. Вопросы социального познания его методов является предметом исследований современной герминевтики. Вот еще один, одно такое течение, красивое такое название герминевтики. Слышали, нет? Слышали? Ничего не понизнаете, что это такое. Ну вот вы меня можете интерпретировать как крокодила? Можете. Вот это близко к тому, к чем занимается эта наука. Потому что герминевтика в своем буквальном, по буквальному смысле, это искусство понимания. Так это наука или искусство? На самом деле искусство и наука – это две разные формы постижения мира. А всего Гегель об этом написал в книге своей «Феноменология духа», что есть три формы постижения мира. Это религиозная, когда вы этот мир понимаете, как мир на небесах. Правильно? Фантастическое изображение человеческой жизни. Наиболее обстоятельно это разработал вот это понимание Фейерба – сущность христианства. Что вот вам предлагают смотреть на семью на небесах – отец, сын, святой дух. А это, так сказать, некий образ, который рожден через отражение какой-нибудь земной семьи. Поэтому вы видите, что мать Христа очень похожа на молодую мать земной. Правильно? И иконы из кого же пишут? Пишут иконы земных женщин, которые родили ребенка и кормят его. А почему вот есть, например, церковь святого Михаила у нас на Васильевском острове, Ингерманландской? Только как он меня зовут Михаил, то я могу считать тоже преподобный, потому что если она подобная, если Михаил подобен, и я, Михаил, я тоже подобен. Если два треугольника подобные, то и не только первый и второму, но и второй первому подобен. То есть, если есть какой-то святой Николай-чудотворец, значит, есть Николай, который и здесь, земной, это образы этого святого, они взяты с земли или наоборот? Земные образы взяты сверху. Ну, религия говорит, что взяты сверху. А материалистический подход состоит в том, что наоборот. Вот земные образы, они как бы переносятся на небо, и мы тогда как бы смотрим наверх. Ну, например, чтобы на вас смотреть, я могу наверху поместить вместо потолка зеркала, буду смотреть и вас всех видеть и разговаривать с вами. Могу? Вот это такое религиозное отражение мира через вот это верхнее зеркало. А искусство? Искусство – это постижение мира в чем? В образах. Вот если толстая такая книга, это что там, писатель? Идею проталкивает или художественный образ создает? Если это билетристика, если это художественный литература, а не научный. Вот там вот столько страниц посвящено тому, как разыгрывалась буря. Нагнетаются облака, все буря. А потом это выясняется, что вся эта буря разыгрывалась, чтобы показать, что у человека в душе в это время царилось, что проходило. И это потом, за этим следуют такие печальные и грустные события, да? И вы-то почитали и загрустили. А потом прочитали дальше и воспряли, потому что не пропал человек, а вот. Так сложились события, что удалось преодолеть какие-то моменты, трудности и так далее. И это постижение, не познание, а постижение мира. То есть мы его постигаем, мир. Для этого слова нужны, если вы пришли в филармонию, сидите, мы с вами сидим рядом. Я сижу, вы сидите, мы слушаем музыку. У вас одни мысли, у меня другие мысли. Разве мысли нужны для того, чтобы воспринимать музыку? Нет, не нужны. А потом, если у меня в это время при слушании музыки возникают мысли, у вас другие. А у третьей, который писал бумажку, о чем эта музыка, у него третья мысль. Он написал, мне эта бумажка нужна, если я пришел на концерт? Не нужна. Но я могу ее почитать, могу и не читать. То же самое, скажем, художник делает картину. Он же художественный образ создал. И вот вы смотрите, это у вас рождает какие-то мысли, набивает там или грусть, или спокойствие. Или вы начинаете о будущем думать, о величии человека, жизни и так далее. Ну, это как это получается? Ну, это вот образ. Он образ вам передает настроение, минуя слова, минуя человеческие понятия. И, наконец, высшая форма постижения мира, постижение в понятиях. Докладываю вам, что у нас не духовная семинария, и не христианский гуманитарный университет, и не академия художественная. А у нас с вами университет, где пойдет постижение в чем? В понятиях. Вот постижение в понятиях называется наукой. Вот и все. Ну, поскольку эти вот граждане, они не в курсе дела, они придумывают, и так им это нравится, что они придумали, искусство понимания. У них понимания-то нет. А какое искусство может быть понимания без понимания? Потому что понять, что такое понять? Вот можете сказать? Эти-то товарищи, которые занимаются карминетчиками, они не могут сказать. Вот у меня так интересно получилось, что за мной девушка с нашей кафедры одна, аспирантка, вела семинарские занятия. Я лекции читал, она семинарская вела. У нее диссертация была по герменексе. Ну, ей вот эту, дали эту тему. Вот она, так сказать, писала, 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 и и с чем и ушла. Ну, что вы по искусству понимания можете написать? Она защитилась? А? Она защитилась? Нет. А что тут защищать? Потому что если искусство, так идите туда. У нас есть два факультета искусств. У нас есть факультет свободных наук и искусств, который возбавляет товарищ Кудрин. Который у меня дипломником был. А есть еще ГРГ, возбавляет факультет искусств. Идите ты искусству. Если у вас искусство, идите туда. Если у вас наука, идите сюда. А когда человек пришел в науку и искусством понимания занимается, он пришел ни с чем чемоданом, или пришел ни в то место. Поэтому эти люди, несчастные просто, они вот ходят. Это хорошо, кто-то там написал какую-то концепцию и ходит с ней, как с писаной торбой. А на самом деле здесь противоречие самой формулировки. Существу искусства понимания. Если я понимаю, понять это что значит? Ну Гегель-то это в общем просто объясняет. Понять значит выразить в понятиях. Если на меня вы будете преданно смотреть, с уважением. Означает ли это, что вы понимаете? Нет. Понять это значит, вы можете выразить в понятиях. А если вы можете выразить в понятиях то, что я рассказывал, то вы можете выйти и без меня передать другому. А третий, другой может третьему. Правильно? Когда истина становится передаваемой человеческим путём. А если вы не можете выразить в понятиях, вы не можете эту истину никому передать. А раз вы не можете никому передать, то у вас её и нет. Потому что истина – это нечто общественное, а не личное. Правильно? Я вот послушал вас и глубоко проникся. Чем я проникся? Не могу только сформулировать, чем я проникся. Но раз не могу сформулировать, ничем я не проникся. потому что только если я могу передать, а просто повторить, пугай могут повторить, ворону можно научить повторять, ничего такого, они как на магитофон повторяют, или вот сейчас внучки мои родители купили хомячка вот такого, ему скажешь хомячок, хомячок, еще повторяют, если я ему скажу там постижение истины, так тут же сразу повторит, очень хорошая игрушка, песенку споешь, он ее тут же сразу повторит, очень хорошая и забавная, она ее очень нравится, она если завяжет, он тоже вяжет, поэтому в повторении сейчас, ну вот в наше время уже, когда вот, ну так сказать, встроенные эти магитофоны, которые тут же откликаются на любой вот звук, повторяют сразу, ну кого вы сейчас удивите просто повторением, то есть надо в понятиях постигать, а если вы владеете понятиями, то вы тогда свободны, а если вы не владеете, вы несвободны, потому что вы не можете господствовать обстоятельствами, сознанием дела, ну чтобы господствовать надо уметь выражать, а если вы не можете выразить, значит вы не господствуете. А вы хотите быть господами Полосвения своего или рабами Попали, мы попали в такое положение Что выбраться из него не можем Как вы туда попали, зачем туда зашли А мы шли куда хотели Куда хотели, это произвол Вот вы захотели, пришли и не понимали Куда вы идете, а как отсюда выйти Отсюда как выйти мы не знаем Мы знаем только вход Выход мы не знаем Ну вот, поэтому вы слышали Что есть такое модное течение Герминептика, а вот дальше Этого, что это искусство понимания Вместо того, чтобы развивать Понятия и изучать Эти понятия, их понимать, их постигать Истину, потому что истина Это соответствие понятия объекта Здесь не об искусстве идет речь А именно о соответствии понятия объекта Если люди не понимают, что такое истина То они могут руководно говорить Об искусстве понимания А понимания не будет Герминептика Термин греческого происхождения Разъясняю и столковываю Были тогда толкователи Библии Вот это оттуда идет То есть вместо того, чтобы книжку прочитать И разобраться, ее толкуют просто Изначальный смысл искусства Толкование Библии Литературных текстов и так далее В кратком виде суть герминептики Сформулировал один из ее основателей Гадомер Фундаментальная истина герминептики Такова Истину не может познать и сообщать кто-то один Вот даже на этом, если только остановиться Что истину не может познать и сообщать кто-то один А скажите, пожалуйста Все открытия, которые делаются в науке Они делаются что? Втроем? Вдвоем? Всемером? Восьмером? Бывает и коллективы делают открытия Это редкость, обычно добывают истину Как раз один То есть вот они пошли Эти герминепты наперекор всей истории науки А вы как вот музеологи Вы же хранители того, как наука развивалась Она развивалась так, что один Одну теорему докажет, другой Одну истину выяснит, другой Вторую, третью, третью И так складывается цепь, так сказать, познания А третий, наконец-то, или десятый Создаст систему уже понятий, да? Обобщающую Всемерно поддерживать диалог Давайте сказать слово инакомыслящему Но это не к науке имеет отношение Что значит давать слово? Я могу вам запретить инакомыслить? Никак я не могу вам запретить Поэтому вот поразглашать, что я даю вам Слово как инакомыслящему Инакомыслить, да пожалуйста, выступайте, говорите Кого-нибудь ограничим в этом, пожалуйста, не ограничим Но другое дело, что вы придете на экзамен И скажете, у меня инакомыслие Я ничего не знаю Я говорю совсем другое Ну я поставлю, я же буду оценивать знания А не то, мысли у вас Инакомыслие, инако применяется Есть истина, а есть инакомыслие То есть по отношению к истине Инакомыслие есть что? Ложь Поэтому вопрос не в том, инакомыслить или нет А в том, ложное у вас знание или истинное Мы стремиться будем, как все понимают, к истинному знанию А вовсе не к ложному А истина, это я выдумал ее В чем истина? Истина, не я выдумал А есть критерии истины Истина и соответствие понятия объекту Или, если эта истина связана с преобразованием мира Соответствия объекту Тому, что вы замыслили То есть идея Если получается соответствие объекта идеи Если вы построили какой-то дворец Так, как вы и замыслили его Тогда это истинное ваше дело Если построили Монферран То он сначала его построил в голове Потом он построил его на бумаге И там были все этажи расписаны И все, как говорится, статуи, которые там стоят Все были сначала на бумаге А перед этим в голове Или одновременно они вытанцовывались в голове Вместе с выкладыванием бумаги А когда все было на бумаге Только тогда начал выдвигаться этот дворец Правильно? Вот это истинный подход Соответствие уже объекта понятия Ну вот люди, которые этого не знают И которые, так сказать, хотят пройти мимо Вот этих таких фундаментальных Я почему говорил о великих философских системах Которые, только их не освоили Потому что это как бы вершина, на которую надо подняться А нельзя ли тут вот под горой Набрать себе каких-нибудь регалий И стать профессором, и доктором, и ходить? Наука не установила, что среди профессоров Дураков меньше, чем среди не профессоров Просто обычные люди, они так критически смотрят На свои взгляды А некоторые люди, находящиеся в сфере науки Если они вот взяли, потянули вот эту линию Они ее тянут, так сказать, до гробовой доски И в этом смысле они похожи на таких уже полных дураков Которые на этом стоят На том, что давно надо было выкинуть на помпульку Всемерно поддерживать диалог Это же вопрос диалог Это же не содержание знания Это подход к нему, правильно? То есть если мы хотим с вами получить знания Мы можем это обсуждать, вступать в диалог Но это не суть знания Это суть, так сказать, движения к этому знанию Уметь усваивать произносимые им Вот в чем душа гермонетики Вот вы можете усваивать то, что я произношу? В этом душа гермонетика Задача в том, чтобы вы усваивали то, что я произношу Задача в том, чтобы я произносил то, что стоит усваивать Потому что не надо усваивать то, что мало ли что придет в голову произносить. Наоборот, надо различать. Это чем-то доказано. Или там понятие свободы, оно действительно, вы понимаете, что оно высокое понятие, оно убирает в себя то, что нам бы хотелось получить, но никак не могли это выразить. Чтобы выразить, бились люди великие над выражением того, что вроде как интуитивно кажется понятным. А что значит понятное? Если не выразено в понятиях, оно непонятно. И, наконец, вот нашли это выражение. Главное понятие – понимание. Это как у нас есть. Ты же меня понимаешь, как два этих стоящие, так сказать, выпивающие говорят. Я тебя понимаю. Значит, мы понимающие люди. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Значит, мы уважаемые люди. Понимание. Понимание, если оно не берется в выражение понятия, никакое не понимание. Набор слов. Понимание – это способ существования познающего. Способ существования познающего не в том, чтобы понимать. Способ существования познающего – это жизнь. Потому что только люди, которые живые, могут познавать. А если они не живые, ничего они познавать не могут. Это вот тоже в некоторых афоризмах выражается. Аркадий, не говори красиво. Это вот такое течение, которое набрали всяких бус. Знаете, как дикари набирают стекляшки, которые им привезли из Европы. И за эти стекляшки отдают там золото и другие добытые ресурсы свои. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. То есть познать вы не можете, а можете универсально его освоить. То есть вы не можете понять устройство этого телефона, а звонить по нему можете. Это универсальное познание? Какое-то не универсальное. То есть я кнопочки могу нажимать. Сильно я продвинулся в понимании того, что это такое. Это что такое, кстати? Что это? Смартфон. Что значит смартфон? Смарт – это что-то хорошее, веселое. Смарт. А фон – это звук. И что? Что значит смартфон? Ничего не понял. Что это такое вообще? Что это такое? Скажите мне. Вот у нас три человека. Давайте мы сейчас быстро сделаем опрос. А вы что скажете про это? Что это такое? Средство коммуникации. Средство коммуникации. Все по иностранному говорят. Коммуникации, коммукация, коммуникация. Коммуникация и общение. Общение вам не нравится. Слишком не научно звучит. Средство общения, да? Правильно я перевел? Да. Более-менее, да. А вы что скажете? Это что? Средство связи. Можно я вам скажу, что это такое? Это приемник и передатчик. Правильно? Это телефон или это приемник и передатчик? Средство связи какие бывают? Телефоны. Это телефон или передатчик, радиопередатчик? Вы что, не видите? Что, нет проводов? Не видите? Значит, как передается? Средство связи с вами. А? Если я вам позвонил, через что? Куда пойдет сигнал? Вот я звоню. На вышку. На вышку пойдет. А вышку пойдет какой? Радиосигнал или что? Какой сигнал? Мысленный? Электромагнитная волна. Это радиосигнал, электромагнитная волна. На каких, кстати, волнах работают вот эти передатчики и приемники? То есть, если я получаю откал, он работает как приемник. А если я звоню, он передатчик. Вот на каких волнах работает? Не задумывались? Вот видите, нет понимания. Общение есть, а понимание нет. Так зачем вышки, если бы у них на длинных волнах? Длинные волны могут огибать вообще земной шар. А эти работают на каких волнах? На коротких. А на коротких только до вышки. То есть, только по прямой. Раз. А по прямой? А земля-то круглая. Значит, а вы хотите позвонить там в Сибирь. И, значит, вот эти вышки должны быть наставлены так. И они так и наставлены. Чтобы хватило, так и дотягивают. Поломанный такой. Не по кривой, а поломанным. Вот так. Потом от вышки до вышки. И получается, что вот для того, чтобы связываться с помощью приемника и передатчика, нужно иметь соты. То есть, вышки стоят так, чтобы они охватывали расстояние, чтобы всегда, где бы я тут ни находился, я на какую-то вышку попал. А с вышки уже можно попасть куда угодно. С вышки на вышку и так далее пошел сигнал. Я вот сейчас могу ходить по лесу, но если вокруг, где-то на известном расстоянии находится эта вышка, то у меня связь будет. А если нет этой вышки, то эта связь пропадает. Иногда вот уедет на поезде, нет сигнала. А они поставили тут вышку и все. Поэтому говорят, сотовый телефон. Сотовый. Но это, конечно, не телефон. Это радиоприемник и передачи. Помните, какие были здоровые передачи? Помните, там сидят с телефонами. Ну вот он, телефон и передачи. То есть, если мы разбираемся, то мы тогда начинаем выяснять, что это по его понятию, по понятию, а не по внешнему представлению. По внешнему представлению, конечно, средство связи. А голубь не средство связи. Голубь ящик вам пошлю, он к вам прилетит и письмецо принесет. Это тоже средство связи. Не так? Разве не было у нас голубиной почты? Была. А если я вот вам говорю, это не средство связи с вами? Через что у нас является таким средством? Что у нас средство связи, когда я вам говорю? Голос. Голос. А голос? Голос у меня есть, звучит, а не слышно. А почему слышно? Вот может быть так, что я делаю, и вся голос у меня будет не слышно. Почему меня слышно? Что является средством, чтобы? Воздух. Так не просто воздух, а что? Колебания. Вот, звуковые колебания. Вот оно что. Так это волны, звуковые колебания. Вот звуковые колебания – средство связи. Я сейчас... Я меняю звуковые колебания, пожалуйста, внимательно слушайте. Да? Вы можете так менять звуковые колебания? Давайте я вас научу пользоваться средством связи. Некоторые думают, что для этого надо нажимать громко, чтобы говорить. А на самом деле физика процесса в том, что есть диафрагма вот здесь, и есть вот такой купол. И у вас есть внутренние колебания. Вот если у вас есть совпадение колебаний голоса и колебаний грудной клетки, тогда получается громкость за счет явления, которое в физике называется как? Резонанс. Резонанс. В водоприемник крутите ручку. Вы что делаете? Вы изменяете емкость конденсатора, и тогда частота колебаний приемника совпадает с частотой волны, с длиной волны, и тогда слышно происходит от того, что вы усиливаете что ли волну, волна какая есть к вам приходит, а вы находите вот это. Но это вот чем отличается наука от этих внешних представлений, такого там бунтует против непонимания, красиво говорят. Но мы не затрагивали это, но мы можем на этом примере видеть. Какие там средства связи, может быть, всегда. Понимание, говорит Годомер, это средство, способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Вот я буду действующий, я буду оценивающий человек на экзамене. Ну, прямо как вот. Вы рассказываете, а я там. У меня выбор 5-4-3-2. 5-4-3-2. Вы еще там не умные рассказываете, я думаю, 5-4-3-2. Ну, то есть, это вот такой примитив под видом науки. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. Аж какое освоение, если это без познания? Опознание не освоение мира. Как может быть освоение мира? Тогда оно состоит в чем еще? В труде, в преобразовании мира. Это тут тоже не говорится. Освоение мира без преобразования. Оно неотделимо от самопонимания интерпретатора. Есть поиск смысла. Не слышали там смысл? Надо найти смысл. Поиск смысл. Территория смыслов. У нас вот сейчас наша аудитория – это территория смыслов. Поняли, где вы находитесь? На территории смыслов. Вот если у вас ручка, она смыслом наделена или нет? Если она не наделена смыслом, то ее и нет. Ну, смысл в чем ручки ваши? Нужно написать. А? Писать. Значит, она, ваша ручка, смыслом наделена. Рассказываю вот такого рода, как проявляется в жизни, философской жизни. Вы же сейчас приобщаетесь к философии, как деятели, так сказать, изучающие историю культуры, в том числе и духовной. Вот выступает профессор, очень симпатичный, молодой, на конференции по антологии. Антология, знаете, что такое? Вот от нас вот так пойти, пойти туда, сейчас уже не отделены вы от философии. Пойти, пойти, потом за угол завернуть, и там еще за угол, и там будет кафедра антологии, теории познания. А что такое антология? Наука обытии. А? О, наука обытии. Человек, который изучал науку логики, и который, знаешь, это первая категория в системе науки логики, это наука, остановились товарищи только на первой категории, дальше не пошли. Это хорошо, что они это изучают, но дальше они не пошли. И вот на этой самой конференции по антологии, но поскольку я науку логики изучал Гегеля, я там не только обытие знаю, еще и сущность, еще и понятие. И вот я, значит, руководил там секцией и присутствовал на этом, на конференции, на пленарном заседании. Вот товарищ профессор с нашей же кафедры. Это было в Институте повышения квалификации, где я раньше работал, до 2008 года. Вот он говорит, что вот если вещи не наделены смыслом, то их и нет. Вот видите, у меня на столе, вот смотрите, одна вещь, вторая вещь, смысл ее мы тут с вами выясняли. Третья вещь, вот если они смыслом не наделены, это кажется, это очень благопомысленное такое рассуждение, территория смыслов, поиск смыслов иногда приглашает Владимира Владимировича на какие-то собрания молодежи, где это территория смыслов и смысл они ищут. Ищут, как будто их нет, надо их искать, эти смыслы. И вот утверждается в докладе, что если эти вещи не наделены смыслом, то их и нет. Вот такую мысль в докладе. Если эти вещи смыслом не наделены, то их нет. Вам кажется, что они есть, а если они смыслом не наделены, их нет. Я спрашиваю, а кто наделяет, вот вы, я, или, так, у нас не принято, говорит, бог сейчас. Я говорю, ну, трансцендентное, да, трансцендентное. Да, говорит, хорошо, ну, хорошо. Идеализм из нас не запрещенная философия, правильно? Пожалуйста, можете быть идеалистами, считать, что есть только идея, ничего другого нет. Я говорю, так я правильно понял, что раз вот они смыслом наделены, то их нет. Ну, а раз их нет, то нечего и наделять. Он так посмотрел на меня, говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а у мещи-то я куда дену? Ну, если нет их, так нечего и наделять. То есть, это вот красивое такое рассуждение, оно вот разбивается элементарным вопросом. Так, нечего разделять, нечего наделять, если их и нет. И вместо вопроса о том, что первично, что вторично, бытие или сознание, вот такой вот береберду выдвигает, который разрушается, так сказать, одним-двумя движениями. На самом деле. Ну, вот я должен же вам докладывать. Мы сейчас некий обзор делаем. Это я вам не столько позитивное даю развитие философии, сколько показывает, что вот в философии много всяких горшков лениных. Есть вазы, есть горшки, есть посуда, разные. Неотделимо, значит, освоение мира от самопонимания интерпретатора. А что такое самопонимание? Это я сам себя понимаю. То есть мое бормотание, собственно, неотделимо от познания. То есть вопрос не в том, чтобы я не субъективность придавал, не субъективное представление брала. Брал бы объективный мир, как он есть. А это вот поиск смысла. Вы еще зачем пришли на лексию? Поискать смысл. Нашли? В чем смысл-то в том, что вы здесь сидите? Ну, в чем смысл? А вот если вы не знаете, в чем смысл, зря и сидите, вы за смыслом пришли, за познанием. То есть если люди познают, это еще смысл отдельно к этому надо прилагать? Это нужна эта обертка? Смысл, если вы пришли ради того, чтобы познать истину. Это слабое, что ли, требование? Или слабая задача – познать истину? Вот Гегель говорит, что не в чести познание истину стало. Чем только не занимается. Лишь бы не познавать истину. То, значит, самопонимание интерпретатора. То познание смысла. Ну, с точки зрения вот этой, так сказать, псевдонауки, понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям. Так предположение или знание? Я-то предположить могу что угодно. Могу я предположить, что вы пароход? Такой красивый белый пароход стоит у причала. И потом сейчас поплывете. А вы с парусом. И гудок у вас есть. Предполагать-то я могу же? Предпо. Что такое предполагать? Это пред, прежде чем я что-то узнаю, я ничего не знаю, я уже предположил. И что это? Какова цена этим предположениям? Научные такие догадки называются, какие берутся, так сказать, ну, как бы в рабочем, в качестве рабочего материала для обдумывания. Называется гипотеза, а не просто предположение. А предполагать я что угодно могу. А вы можете предположить, что сейчас я на вас посмотрю, и тут же умру. И вам скажу, а вы что будете со мной делать сейчас? Так давайте предположим, а что тогда будете делать? Кого будете вызывать? Куда звонить? Как вы? Номера знаете, как звонить, когда человек умер, преподаватель? Посмотрел на студенту, что они что-то не восприняли, и умер от этого, от ужаса. Что делать будете? Вот я сейчас, давайте займемся предположением. А это надо. Ну, вот это вот, вот тут вам сказать, что можно настроить, лишь бы не познавать мир. Можно там интерпретировать, искусство понимания, предполагать. Так мы будем предполагать или располагать? Вы будете предполагать? Все располагать знаниями пришли. Хотите располагать знаниями? Ну, так это другая категория. Этой категории они не знают. Предметом понимания является не только смысл, вложенный в текст с автором, а то предметное содержание, с осмыслением которого связан данный текст. С чем-то связано, а все связано, все связано друг с другом. Поэтому можно на этих связок навязать бесконечно много. Понимание человека мира и понимание людей осуществляется в стихии языка. О! В стихии языка. А стихии, получается, что это что-то от людей независимое. Это стихия языка или есть законы языка, есть понятия, есть категория, есть суждения, есть умозаплючения. Это не стихия, это целая наука. Логика она называется. А вместо логики какая-то стихия языка. А это вот что-то вот бурлит, вода бурлит, кипит, стихия языка. То есть что хочу, то и говорю. Есть такие люди, которые болтают, болтают и говорить могут любого. Следовательно, все феномены взаимосогласия, понимания и непонимания, образующие предмет герминевтики, суть явления языковые. Так они языковые, а только это язык. У нас наука о языке? Или наука у нас о жизни? Об объективной действительности. Вот еще одно понятие. Постмодернизм выдержает реакцию на модернизм и вначале оформился как теория искусства и литературное направление. Ну, как вы знаете, художники – это особые люди. Не надо им мешать называть, как попало, что попало. К ним претензий нет. Ну, а с точки зрения научной, что значит постмодернизм? Скажите, пожалуйста, это постмодернизм. Это то, что до современности или после современности. Постмодернизм – это мы можем перевести очень быстро. Модернизм – это вот то, что современно. Если то, что вы до этого узнали, это не современно. А вот это новое, современное. Если я какую-то галиматию сейчас понесу, я именно сейчас же ее понес, а вчера я еще этого не говорил, то это современно. А то, что я, если умный, я вчера сказал, это уже не современно. Согласны? Логично? Дескать, вот главное, чтобы современно. Хотя в науке важно не современно, а истина то, что было. Вот истина могла быть добыта Пифагором 2000 лет назад, Гераклитом, Парменидом, Платоном могла быть добыта. А сегодня люди, которые не могут даже эту истину постичь, много-много-много говорят. И мы будем вот эту вот современность предпочитать истине. Так вопрос науки – это вопрос истины или вопрос времени? Не вопрос времени, это вопрос истины. Будет она скоро добыта, не скоро добыта? Это вторичный вопрос. Но наука развивается, добывает истину. Значит, модернизм, дескать, вот современный. То есть не надо молиться на современное, потому что современные глупости ничем не лучше глупости прошедшего времени. Правильно? А прошедшие умные лучше, чем современные глупые. Поэтому вопрос не в той плоскости стоит. Не надо гордиться тем, что я живу сейчас. И до меня жили люди. И когда меня не было, жили люди. А уж музеологи, они только вот этим и занимаются. Они просматривают всю историю и говорят, ну что вы там возгорделись, что вы сейчас живете? Это само проходит. Без усилий человека. Уже были поколения, они прошли, и вы пройдете. И не надо бить себя в груди. Говорят, я вот современный человек. А вы, дескать, не современные, вы уже сходите. Ребята скажут, а что вы такого сделали великого, чтобы гордиться? Современный человек это тот, который впитал в себя богатство человечества. Правильно? Духовное. А если он не впитал, никакой он не современный. У него в голове могут быть отсталые идеи, дряхлые, которые уже изжиты в современной философии, а вот по-прежнему это еще этим руководствуются. Так вот, постмодернизм, это значит, это уже послемодернизм. А что такое постмодернизм? Это после модернизма, постмодернизм. Значит, это послесовременность. А что, после современности? Будущее. А будущее сейчас есть? Нету. Поэтому этого вообще нету такого. Постмодернизма нет объекта. Нет такого, что является постмодернизмом. Потому что постмодернизм – пустота. А можно по-другому? Пост, это, говорит, после того, прошло. Постмодернизм. То есть, прошло это все. Это прошлое. Вот, например, постиндустриальное общество. Это какое общество? А все разрушили промышленность. Уже индустрия уже в прошлом. Сейчас уже все разрушено. Заводы, фабрики, на их месте строят дома. Видели или нет? Пройдите по городу. Это называется целые кварталы застройки. Для кого? Ну, деньги есть. У вас нет денег? Проходите мимо. Вот вам, пожалуйста, пост. А? А? Постиндустриальные кварталы, для тех, которые на ней очень много денег. Есть и такие, да. Если у вас не очень много денег, вы, пожалуйста, в студии. Чтобы вы не имели отдельную комнату, а чтобы там и кухня у вас была, и там же вы и спали. Особенно, когда у вас дети маленькие, а вы будете там жить с детьми. Студия только тем хороша, что она дешевая, а не тем, какие она имеет удобства. Удобства там не очень плохие. Ну, что такое-то? Снимите все перегородки и получите студию. Никто еще не стал делать у себя в квартире и снимать все перегородки. А наоборот, если у вас какое-то пространство, еще какие-нибудь ширмы купят, еще и поставят, чтобы разгородить так или иначе. Вам хочется, когда вы легли спать, чтобы вы нюхали, что у вас жарится, или что у вас, так сказать, прямо вот комната прямо соседствовала с туалетом. Ну, у вас вход в туалет, из комнаты, когда вы в студии находитесь. Поэтому это вам реклама, это сейчас подает, прямо студия, так здорово. Продать надо им. Смысл рекламы в чем? Обеспечить продвижение товара на рынок. Рассказать вам, как это здорово и хорошо. Это здорово и хорошо, потому что у людей денег больше нет, им покупают то, что есть. Ну, как-то надо жить, значит, ну, будем жить хотя бы в студии. Не в бараке живем, лучше уже. А раньше угол снимали. Сейчас, вот, скажем, уже люди пытаются заспать в каких-то в отдельных квартирах жить, в студии, конечно, лучше, чем в коммунальной квартире. Я, например, долго жил в коммунальной квартире в своем детстве. Сначала мы жили в 11-метровой проходной. Вот у нас 11-метровая комната в большой квартире на проспекте Газа. Там еще две семьи. Так, и вот через нашу комнату ходили бабушка, тетка, муж ее, брат тетки и дети их двое. Вот они в большую комнату, а через нас туда-сюда ходили. Хорошо. Это не студия, конечно. Это у нас комната была отдельная, но проходная. Потом отец получил от завода судомех комнату. У нас было 11-метров проходная, а теперь 13-метров, но отдельная комната, не проходная. В двухкомнатной квартире в большой комнате жил инженер с этого самого судомеха, а мы жили вот в этой 13-й. Это большой был шаг вперед. А потом вот мать получила по очереди жилье, трехкомнатную квартиру, не студию, значит, один метр у гульвара новаторов дом один, один метр коридор, из него вход в комнату, где теперь мать моя и отец жили, 6 метров, направо ванна вместе с туалетом, сидячая ванная, сидячая, не разлюшись, так? И дальше 17 метров комната, из которой вход еще в 8-метровую комнату, где у меня сестра с мужем жила, и на кухню. Это у нас не студия была, но я как бы в студии жил, поскольку я был на арене, потому что я был в своей комнате, откуда вход в коридор, на кухню и в эту комнату, где была сестра. Так что это вот мы так наблюдаем перспективу. Но сейчас понятно, что одни апартаменты собираются себе получить. На какие деньги? На такие, какие они получили от чего? От своего труда или от эксплуатации чужого труда? Вот они от апартамента. А те, кто вот создавал те богатства, которые ушли к всем, кто купил апартаменты, те будут, вот они в студиях будут находиться. Так что это вот как на это посмотреть. А потому они, ну это и поехали, москвы говорят, пользуются спросом в том, что дешевый. Ну нету денег в виде, нету. Хоть так, хоть где-то он получит его жизнь. Так, вот, поэтому вот само понятие уже постмодернизма, оно не научное. В нем нету никого содержания. Но закрепиться как название оно может. Назвать-то можно, вот тут прям наше название, например, имя собственное, оно имеет смысл? Нет. Или света, или вера, или надя, или люба. Вот, могу быть, Михаил, а если я был бы Николай, в чем разница была? Ни в чем. А если Петр? Тоже. Ни в чем. Поэтому это есть знаки. Есть знаки, а есть понятия. Потому что вот имя человека не есть его понятия. Вы по имени вы совершенно не можете понять, что за человек. Правильно? А кто есть человек? По его действиям можно понять. Правильно? В том числе и по высказываниям это тоже действие человека. Действительность человека в его поступках, в его действиях. Итак, значит, вот сначала это вот такая постмодернизм как некая реакция на модернизм. Я сказать, мы выше этого, больше этого. И вначале оформился как теория искусства и литературное направление. В 1975 году архитектор и теоретик искусства Чарльз Дженкс применил понятие постмодерна к архитектуре. Ну, вот там эти стили, они могут просто называться. Как название ничего нельзя возражать против названия. Правда? Ну, как назвали, так оно и фибулировалось. И тут уже, если как закрепилось, то не надо это и критиковать, ничего, надо просто понимать, что если так назвали, значит, так и будем обозначать. Вот понятие постмодерна в архитектуре. По его мнению, по мнению Чарльза Дженкинса, в обществе, которому присуща плюралистичность настроения и вкусов, архитектура только тогда сможет выполнить свои функции, когда будет обращаться к различным слоям потребителей. Речь шла о множественности форм, рациональности в рамках искусства, архитектуры. Ну, тут тоже различные слои потребителей. Вот есть люди, которые любят низкие потолки, 2,50, а есть люди, которые любят высокие потолки, 3 метра. Это вкусы просто разные. Так это вкусы разные или доходы разные? А для архитектора это вроде вкусы, потому что они не имеют дело с содержанием, а имеют дело с тем, как выступает потребитель на рынке. А на рынке он выступает как, на самом деле, покупатель, а не как потребитель. Он не как потребитель выступает, как покупатель, как сколько все зависит от того какая у него сумма денег покупайте амартаменты вы будете их сдавать и у вас будет постоянный доход сейчас в этом состоит реклама приобретение ассортимент не купили все апартаменты до сих пор начал задерживать сейчас у вас шли и пока вы тут сидите и деньги до текли текли вы текли текли что за люди как вы собираетесь корабль купить в рома обрамович яхту имеет подводную лодку у вас есть корабль я все жду когда будет хоть у нас какой студент такой который у которой есть корабль мы бы сейчас поплыли бы по неве но грязь весна будет хорошо у нас же и там еще тянутся они выплыли бы как бы рассуждали и только мы попросили его очень корабль если он по чашке кофе нам нальет наверно с пирожными да мы бы приплыли вы когда я бы там на экзамен мы был кофе да может и с коньяком бы сделали нет коньяком нельзя нам у нас занятие мы будем без коньяка так также различные слои потребителя речь шла множественности формы рациональности в рамках искусства архитектуры наш мир наш язык таким может быть девиз постмодернизма это значит что культура в целом как и человеческая деятельность не постигает сути вещей а эксплуатирует язык вот оказывается в чем дело все дело танцевать от языка а язык чему служит а их служит для постижения сути сути вещей и так эти люди отходят вроде бы от этого на самом деле они рассматривают язык не как средство постижения мира как средство которое перегораживает загораживает вам подход к этому самому миру задача состоит в том чтобы прорваться в зазеркалье текстов с целью постижения сокрытого означаемого прорваться надо не не постигать а прорваться вас сдерживали все вот сейчас мы будем вас втроем будем сдерживать а вы прорветесь и убежите отсюда прорваться же слова красивые целью постижение сокрытого означаемого и стану означаемые то действительно знак ничего не значит это не понятие знак не говорит о содержании и почему она сокрытое означаемое место понятия истины постижение мира вот вот такие красивые слова вроде красивый вместо понятия картина мира в основе которые лежат принципы системности соподчиненности прогресса появляется образ лабиринта как символ полноты и идеи мира здесь нет центра нет периферии дорожки лабиринта подобной сетки то что у делёза называется резома каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой что за дорожки а вот жизнь раз у меня была дорожка в эту в аудиторию 96 и у вас были дорожки в аудитории весе же и тут мы сначала с вами пересеклись а потом вот некоторые граждане сподобились и на второе занятие за вторую лекцию уже и ваши дорожки вас сюда привели можно так изображать можно это нас прибавляет нам знание да нет вообще-то вы не дорожками занимались и не приходами ваша цель постижение миров понятиях как у студентов или хождение по дорожкам чтобы вот наши эти дорожки пересеклись вот беда а потом они учат пиктору раз пересекутся на экзамене уж точно каждый раз будет две дорожки только будут пересекаться персонально каждый ко мне будет приходить они втроем остальные будут только сидеть все есть будет только один вот и все вот как дорожки наши пересекут можно так обрисовать можно но это на ничего не пришли никак не прибавляет нам под знание никоим образом я можно вот это скудное познание так вот раскрасит так разрисовать и будет будет красиво или с виду красиво да пространство культуры не культуру пространству культуру ведь разницу Что-нибудь добавляет по содержанию? Ничего. Какое это пространство культуры? Что это за пространство культуры? Пространство есть одно, физическое. В этом пространстве есть и культура, и наука, и человек. От того, что я назову пространство культурой, никакого нового пространства не появится. Духовных форм деятельности, искусства, философии, религии, наука – это пространство резома. Ну, придумал, делился резому. Вот это резомы. И повторяет, а вы должны заучить. Потенциально такая культура безгранична. То есть придумывать названия можно безграничны какие-нибудь, для одного и того же. Наше освоение мира, лабиринта, подобно путешествию, по равнозначным возможностям дороже кризомы. Так идея единства мира завершается в плюрализме форм, методов, принципов, направлений его освоения. Тут, значит, через вот эти все слова проглядывает понятие плюрализма. Истина. Истин много или истина одна? Одна. И истина противостоит не второй истин, не третьей истин, не плюрализм истин. А истина противостоит лжи. И вместо вот этой альтернативы, что истина, что ложно, вот появляется некая множественная, дескать, вам кажется, что этот квадрат круглый, а мне кажется, что круг квадратный. У каждого своя истина. И среди вот этих самых ложных построений действительно единственная истина пропадает. Только она не так пропадает, что кто-то берет и выступает против истины. Она просто тонет, потому что если мы берем много-много высказываний ложных, и как одно из высказываний истинное, помещаем это все на одну, так сказать, сетку, то эта вот истина наша пропадает во множестве ложных утверждений. То есть это другой способ борьбы с истиной. Завалить ее ложными утверждениями, засыпать. Вот к чему сводится такого рода философия. Ну вот мы на этом такой обзор закончим. В следующий раз мы будем изучать русскую философию. Рассмотрим. Рассмотрим. Тогда успеха вам в ваших делах. Сейчас вы пойдете по дорожкам или по резонам. Дорожки там пересекутся еще, возможно, и не раз. У нас так все сделано, что наши дорожки часто пересекаются. Некуда зайти. Нет никаких помещений, где можно было в перерыв отдохнуть. Только в коридоре. Поэтому наши дорожки очень просты.